Комплексный анализ территории позволяет выявить реестровые ошибки, допущенные в строительной документации, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, установить сложившиеся землепользования, самозахват земельных участков, самовольное строительство объектов недвижимого имущества. К реестровым ошибкам относятся ошибки в описании местоположения гранит земельных участков, площади, адресы, разрешенного использования земельного участка. Ошибки, допущенные в градостроительной документации, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, приводят к ошибкам планирования развития территории, неэффективному управлению муниципальной собственностью, проблемам дальнейшего предоставления использования земельных участков и к огромным недоимкам по налогам. С 1 января 2017 года вступил в силу закон о государственной регистрации недвижимости, который допускает исправлять подобные ошибки двумя путями. Во-первых, это решение государственного регистратора, когда к нему поступают сведения о постановлении таких ошибок, и на основании вступившего в законную силу судебного решения. Что касается самозахвата земельных участков и самовольного строительства, то новая редакция статьи 222 Гражданского кодекса допускает административный снос таких объектов без решения суда. В ходе инвентаризации выявляются также земельные участки, используемые с нарушениями, неиспользуемые в соответствии с целевым назначением более трех лет, невостребованные земельные участки, которые могут быть изъяты в установленном законопорядке и проданы с публичных торгов, либо переходят в муниципальную собственность. В ходе комплексного анализа территории выявляются также налоговые последствия неграмотного функционирования зонирования. Земельное законодательство основывается на принципе платности использования земли, согласно которому все земельные участки используются за плату. Установлены две формы платы – это земельный налог и арендная плата. И земельный налог и арендная плата поступают 100% в местный бюджет. Налог на землю рассчитывается, исходя из площади участка и нескольких характеристик, таких как вид разрешенного использования, категория земель, кадастровая стоимость и информация о владельце. И если одна из характеристик не соответствует действительности, то налог начисляется другой, иногда в десятки раз меньше. А если информация по одной из характеристик вообще отсутствует, то налог соответственно не начисляется. Размер кадастровой стоимости земельных участков в настоящее время определяется удельными показателями кадастровой стоимости земли, которые утверждены на основании постановления правительства Новосибирской области. И в случае, если будет установлено, что земельный участок ошибочно тарифицирован с учетом иного удельного показателя, то после исправления реестровой ошибки происходит начисление налога за три предыдущих года его использования. Таким образом, после проведения работ по инвентаризации земель, выявления и устранения реестровых ошибок, а также уточнения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков, повысится размер сбора земельного налога, а как следствие повысится и наполняемость местного бюджета. Таким образом, комплексный градостроительный анализ территории проводится с целью определения бизнес-потенциала, с выявлением ключевых проблем состояния территории и выработки предложений по их решению с учетом направлений стратегического развития.